Видите цангу? Вот если её взять и раскрутить... После взлёта ручка управления в руках осталась. Поняв, что происходит, засунул палец в трубку, сбросил газ, приземлил этот самолёт и пошёл бить морду конструктору. Вот эти болтики-винтики, как правило, не раскручиваются, у них великое множество. Итак, вот гора Поттерн, от которой у нас отказало управление. Вот такой вот маленький болтик может стоить человеческой жизни. То есть он выкрутился, провалился каким-то образом и лежит там. Выкатываюсь вот уже по полю к стоянке, скорость падает. И в этот момент за вот этот бряк, так только бряк, 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 ба-бах, перебряк. Открывая фонарь, смотрю, у меня стабилизатор вот так висит на бок. Эх, сбежали от нас альпинисты. На этом же аэродроме у меня однажды отвалилась ручка управления в планере Twinaster 3SL. Как это произошло? Видите цангу? Вот если ее взять и раскрутить, то в принципе можно ручку вынуть отсюда. Чук! Вот эта ручка вынимется. Можно, конечно, потом вставить палец и рулить пальцем. Даже, кстати, мне рассказывали про такой случай. Летчик-испытатель с большим налетом облетывал еще там в советские времена самолетик какого-то самоделкина. У него после взлета ручка управления в руках осталась. И он, поняв, что происходит, засунул палец в трубку и там как-то так пошебуршал, умудрился сразу же с прямой приземлить, сбросил газ, приземлил этот самолет и пошел бить морду конструктору. Так вот, у меня тоже так вывалилась ручка. Я так, а, потом смотрю вниз, потом вижу эту цангу, вставил, затянул, полетел дальше. Но предупредил Сергея Репчинского, говорю, Сережа, подумай вот об этой ситуации, давай там затянем и так далее, следи за этой штукой. Он говорит, да, 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 буду следить. И потом мне как-то позвонил, говорит, в руках у меня тоже ручка управления, так сказать, вывалилась. Ой, и был у меня случай, когда вот мне многие написали, вот почему ты там ничего не контришь и так далее. Почему не контришь? Да, друзья, ну не принято контрить вот эти вот болты, они, если их зальем сейчас локтайтом, например, ну, проволочкой их не законтришь, как туда залезешь. Зальешь их локтайтом, ну, извините, как потом прибор открутить, если что. То есть вот эти болтики-винтики, как правило, не раскручиваются, вот великое множество, вот тоже вот винтик, их на ноктайт не сажают. Но с другой стороны, то, что должно контриться, не всегда контрят. Например, у меня был случай, я там его коротко сейчас расскажу, там рассказик даже есть, любовь изолента. На плане Риентарь стабилизатор крепится таким штырем длинным, ну, и так придумали поляки. Штырь вставляется, выходят такие два усика, и дальше штырь поворачивается. И вынуть его невозможно. То есть его дергают, проверяют, что он не выходит уже, и все так оставляют. Потом, так сказать, толкают, поворачивают, вынимают. Ну, такая хитрая конструкция. В Советском Союзе сказали, что так не годится, надо просверлить штырь и просверлить стабилизатор, повесить туда еще контровку зачем-то. Ну, ладно, сделали эту контровку, все, я вот получаю такой планер Янтарь номер 84 в Орле, и лечу на соревнованиях. Отлетался соревнование, и в последний момент, так слышу, значит, лечу, и что-то брякает. Вот там уже почти маршрут долетел, что-то брякает, бряк-бряк, бряк-бряк. Что бряк, зачем бряк? Ну, неприятно, да, когда ты что-то пилотируешь, у тебя что-то брякает. Вот, я так потихонечку, аккуратненько, значит, там добрал крайний поток, и думаю, дай-ка я так на долеты уже так давану. То есть, можно было еще немножко поковыряться, думаю, не, надо вот поставить скорость там 160, и думаю, там может поток стоить еще по дороге, аккуратненько дельфину, и долечу. И лечу, и вспоминаю, думаю, ну, вроде как, все я делал правильно. Там тот же стабилизатор сзади, штырь я проверял, он был законтрен, проволочка была закручена, все было хорошо. Я ее единственное так красивенько, изоленточкой так аккуратненько там сгладил, чтобы сопротивление было меньше от этого всего барахла. Ну, и лечу я к аэродрому, давлю скорость, там сначала 160, потом 180, потом 200, потому что потоки были по дороге. Ничего не брякает. Сажусь прямой, так сказать, выкатываюсь вот уже по полю к стоянке, скорость падает. И в этот момент за вот этот бряк, так только бряк, 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 ба-бах, перебряк. Я думаю, ну все, что-то там совсем серьезное. Открываю фонарь, смотрю, у меня стабилизатор вот так висит на бок. У меня волосы дыбом, но я понимаю, что брякал как раз стабилизатор, а за счет высокой скорости финиша его прижимало вот так вот, прижимало отрицательной подъемной силой на место, где он находится, и вот не давало ему шевелиться. Я вышел, посмотрел, контровка порвана, то есть ее использовали, видимо, не первый раз, и просто поставили старую контровку. Она порвалась, и, ну, во-первых, поставили неправильно штырь, то есть не провернув. Потом, соответственно, контровка порвалась. Начало выходить. Это я не заметил, вот это уже моя ошибка, потому что была замотана изолента. Но как раз на этой изоленте в итоге держался штырь, он не вылетел. Ой, вот такая вот веселая история. Историй таких у меня много. Вы пишите, еще раз говорю, расскажу вам подробно. Вот такой вот маленький болтик может стоить человеческой жизни. Эх, сбежали от нас альпинисты. Совсем, видимо, им надоели. Где-то они спускаются уже под горой. Мы прощаемся с Монте-Визо и летим в сторону нашего аэродрома. До аэродрома 111 километров. Лететь нам можно без наборов. То есть мы сейчас отсюда с высоты 3800 спокойно долетаем до аэродрома. Если не откажет управление. А буквально позавчера она у нас отказала. Что случилось? Сделал ли я чпунь. Отрицательная перегрузка. И болтик заклинил управление. О, вот идеально. Видишь? Вот этот болт. Вот он. Подвигай, подвигай. Ручку вперед ломит. Вот его. Заклинивает болтик. Ты видишь? Так что прыгать бы нам не пришлось. Толбанули бы по ручке. Не, ну понятно, что да. Жахнули бы ручкой, выломали бы этот болт. Вломили бы его куда-нибудь. То есть я бы что-то уже делал. Но, друзья, посмотрите. Как раз это... В авиации не бывает мелочей. То есть он выкрутился, провалился каким-то образом. Провалился и лежит там. И лежит там. То есть почему-то нужна инспекция ежегодная, когда вы разбираете весь свой салон. И на самом деле нужно еще... Я думаю так, что теперь, если вдруг какой-то болт выкрутился, и одного не хватает, то нужно разбирать весь планер. Ну не весь планер, а разбирать серьезно, чтобы такого не повторилось. Итак, вот гора Афотерн, от которой у нас отказало управление. Соответственно, я сделал поворот направо, 90 градусов, и взял курс на аэродром. При этом, повторю, лично я не собирался приземляться с прямой. Мой план был сделать посадку с маневром. Но подумав, я решил, что Илья прав. Сейчас я моделирую ситуацию. Видите, я за крылком увеличил скорость. Сейчас, смотрите, я могу за крылком уменьшить скорость. Видите, я ручку надвигаю. Вот я за крылком тяну, 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 тяну. Оставил, сейчас планер сам потеряет скорость, нос опустит. Закрылок, в принципе, позволяет работать почти как ручкой, даже на упреждение. Я на минус 10 шел, скорость 170. Вот он, аэродром. И я в этот момент вижу с правой стороны планер заходящий. Я докладываю emergency landing. Немножко убираю воздушные тормоза, увеличиваю скорость, потому что мне нужно проскочить как можно быстрее до полосы, чтобы пропустить этот планер. Скорость я не могу гнать больше, потому что перелетим потом весь аэродром. Сосредоточился на том, что не двигая ничем, ну, в смысле, закрылками, ручкой, я держу скорость в пределах 150. И, мало того, тормозами регулирую при этом точку выравнивания. То есть вот все сейчас по-настоящему как было. 150. 150 опасно тем, что если я ошибусь сильно, то я весь аэродром прилечу. Плюс пресирать планер до 150 сложновато. Но я боюсь держать ручку, потому что вдруг что-то, так сказать, стрянет. Я подвожу планер к планете, как сейчас, и плавненько начинаю добирать ручку, потому что уже ничего плохого. Тормоза на полную, скорость гаснет. Я добираю ручку и касаюсь своей привычной точки. На чуть больше скорости, потому что закрылок не выпущен. Дальше сбрасываю скорость и начинаю тянуть ручку на себя, чтобы не дать опуститься на носовое колесо. И вот в этот момент болтик соскакивает и полностью блокирует ручку управления. Планер больше не управляется по тангажу. И мы красиво на остатках скорости подъезжаем к ангару целые и невредимые. И мы паркуемся в нашем модном стиле, прямо у дверок. Сказать, что я испугался или растерялся, наверное, нет. Я плохо удивился, я понял, жопа. То есть опять задница. Кстати, многие из вас спрашивают, Игорь, а что-то не многовато ли у тебя всевозможных приключений и случаев? Ну, друзья, не многовато. Вот недавно на основании этого случая я беседовал с своими коллегами, фланеристами, и многие рассказывали мне, у кого-то заклинило за крылок кусочек резинки от топливного шланга, куда-то туда улетел и застрял в управлении за крылкой, наглухо его заклинив. Случаи всевозможные, совершенно уникальные бывают. Просто про них мало кто рассказывает. Работает теория больших чисел. То есть я летаю около тысячи часов в год. Большинство моих коллег летает как раз те самые пресловутые 70, 80, 100 часов в год. То есть я, можно сказать, летаю в 10 раз больше них. И поэтому коллекционирую всевозможных ситуаций. Потому что тоже где-то в 10 раз больше. Самые яркие из которых, например, у меня был, скажем так, пассажир-самоубийца, который решил самоубиться и взял ручку на себя, на горке, и чуть не угробил меня и планер. Меня девушка бросила. И что? Я решил самоубиться. Меня за что? Я с тобой зачем? А он написал уже предсмертную записку. Его там бросила девушка. И он решил таким образом красиво уйти из жизни. Почему-то вместе со мной. Как я справился с этой ситуацией, я вам расскажу.